Елена Макарова, 40 лет Костромат. Вот у нее выросла абрикоса, вот здесь вот она взяла, стрелку показала, то ли срезать весной, что-то еще было, а сын маджурца, это мое дерево, а подвесность какая, это мое дитёво, косточки, это мои дети, из нее с косточки вырос маджурский абрикос, вот он, но судьба такая, во-первых, откуда вот эти странные люди, кстати, мне кажется, глубоковато закопаны, что-то тут не то, как-то, наверное, если она не слышит, я сказал, что я расшифрую на вебинаре, ну, может, туда и смотреть не собиралась. Первый, смотрите, сенис, а почему он вот так вот от самого низа растет, а? Вот ему один год, почему от самого низа растет? Где штамп, почему вы решили, что ему дарует штамп от 60 до метра? А, умники! А она вот так вот решила. Все варианты в природе. Давайте так, я и сказал, можно, вот она нарисовалась, как можно оставить четвертую часть, вот эту часть выграбить с помощью колю. Да, страшная рана, но если вот так оставить, она такие выгрызает, может разводиться. Но я сказал, давайте на вебинаре копнем глубже. Ну, я придумал несколько фотографий. Вот эта фотография не абрикосна. Это фотография моего первого чернослива, вот, который, кстати сказать, и есть самое первое дерево, которое я получил черенок от Чернышова, так называется он, чернослив. Чернослив, овская красавица. Вот как получилось. Дерево раздвоилось. Остановишь штамп. Пришла пора, а ему 30 лет. Ой, больше. Сейчас скажу, я тогда землю брал. Землю брал 92-го. 22 плюс 8. А, 30 лет прошло. Значит, отплодоносило. Прекрасные плоды я еще показывал в фильмах еще раньше, в статьях, фотографиях, все. Но пришла пора помирать. Еще когда относительно молодой было, вот я пошел вот этот самый. Его еще называют, было подобное витыхарем, назвали бы волшком и потребовали уничтожить. Но ему повезло. Она рисует по углам. И кто видел мои кино, кино, фильмы, это было неделю-две назад, вы видели, что я гостей угощаю черносливыми. Вот с этой правой ветки угощаю черносливыми. Угощало это плодами. Помните? Нет? Все честно. И вот получается, что не надо спешить, внимание, расставаться со второй веткой. У меня есть крайний пример. Невероятно, вот это вот несостоявшийся рекорд, вернее, рекорд состоялся. Здесь больше 30 метров, это маленькая часть урожая. Маленькая часть, проверьте. Было потом, это 26-го, мы все собрали. Когда 30-го приехала снимать телеканал, так, то снова нападал столько же примерно. Потом было собрано 10 ветер и оказалось, что еще больше осталось, но это уже была вторая волна урожая. Ну, вы догадываетесь. А вот это дерево, оно, да, подпертое все. Оно как раз вот такое вот и есть. Вот это, видите? Тут как раз такая же форма. Но я не успел подобрать до конца, она даже не такой формы, а вот такой вот формы. Как она не развалилась, ведь у нее самая рекорд ворожая позади. Вот. Тут вроде было много, но не сильно мелкий, засуха была. Вот. То есть, может быть, не стоит бы все-таки бы отрезать. Почему? Рано раз. Обе если оставить, запасная будет. Пройдет зима. А неизвестно, какая лучшая пронесет зиму. Вот так вот. Неизвестно. И я, есть простой способ. Я когда-то, я привал под кару, и меня вот так вот, знаете, когда под кару, учили меня учебники эти. Кстати, вот 4 вылезла. А кару урожай такой, через колец яблок, что должно было все это разводиться. Привыка под кару. Она такая слабая, ненадежная, сами знаете. И тогда я взял, пошел в магазин, выбрал то, что не гниет никогда. То есть, синтетическую, как этот канат, вот такой толщины, синтетический канат, я вернулся, и на высадение 2-3 метра, я взял, обвязал его, вот так вот, и все. Поняли, да? Это тоже способ. Вот. Ну и что я скажу? Тут еще есть кто-то скажет. А ты железу не заметил? Что, наверное, когда перекапывали почву, возможно, немножко засыпали корневую шейку. Я надеюсь, что вы меня слышите, я об этом вам не сказал. А сейчас переживаю. Вот это мясо сгниет. Какое-то оно неестественное. Может быть, все-таки 2-3 сантиметра здесь, так как это все было перекопано, 2-3 сантиметра может все-таки быть закопано, значит, у него ждет короткая жизнь. Ну, я практически все сказал. Можно отрезать, а можно не отрезать. А там посмотрим, что будет. Вот яркий пример, вот это вот. Один пример. Пригодилось? Второй пример. Было бы одна, но вот так двойное урожаи. Вот. Ну, это можно только, на другой ракурсе. А, вот это как раз, когда это, телевидение приехало. А вот и оно. И даже здесь немножко видно это дерево. Вот оно справа. Видите, вот оно. Вот так и не стал я одно отрезать, другое выпрямлять. Вот. Может быть, и не надо второе подрезать сильно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok